Друзья, всем огромный-огромный привет! Сделала вчера новую композицию и спешу поделиться ею с вами, несмотря на то, что до Нового года осталось всего лишь один день. Но, тем не менее, не хочется мне оставлять этот ролик на следующий год и не хочется, чтобы он потерялся, поэтому выложу сегодня. Решила использовать все оставшиеся материалы. Вот эта ветка из Леруа Мерлен, она еще прошлогодняя. Несколько поделок я с ней сделала в этом году, и вот немножко осталось хвои. Также я возьму пеновидный цветок в красивом оттенке, и три шарика в похожих оттенках тоже у меня имеются. На керамический подсвечник из FixPrice я приклеила полусферу из пенопласта и окрашиваю ее акриловой краской. Цветок можно было просто приклеить, но я решила зафиксировать его вот таким способом на проволоке. На термопистолет, который у меня уже дышит на ладан, приклеиваю шары. Еловые ветки просто втыкаю в пенопласт. Обязательно добавляю шишки. Эта шишка у меня из сочинского дендрария. Как раз мы там были весной этого года, будет хорошим напоминанием. Ну и продолжаю в том же духе заполнять все пустые места. Хвою кое-куда помещаю, куда-то приклеиваю шишки. Стараюсь делать так, чтобы не оставалось свободного места. И делаю так, чтобы все элементы хорошо друг с дружкой сочетались. Музыка Музыка Несмотря на то, что мне больше нравится, более матовые композиции, немножко блеска все-таки не помешает. Добавляю небольшие шарики из ашан. А вот эту шишку я тоже нашла в дендраре. Она невероятно красивая. Ощущение, что она не распустилась до конца. Хотя она очень-очень долго лежит уже в тепле. И, видимо, она такой и должна быть. Я ее приклеила на тыльную сторону композиции. О чем сейчас жалею? Потому что она достойна, конечно, лучшей участи. Должна быть прямо в самом центре. Ну, хорошо. Если знаете, что это за шишка, откуда она, от какого дерева, то, пожалуйста, напишите. И еще один бесплатный и мой любимый материал – это ветки. Вот такие красивые, разлапистые я нашла. Смотрите, какие здоровские. И тоже их приклеиваю на термопистолет. Далее подкрашиваю их белой акриловой краской. Также я немного работаю с цветком. Нанесла на него клей ПВА. И далее буду приклеивать искусственный снег. Ну и, конечно же, белый снег. Тоже никто не отменял. Немножечко, пару прысков. И композиция приобретает законченный вид. Композицию эту я сделала специально для прихожей. Потому что, на мой взгляд, очень хорошо совпадает по цветам. Композиция с вот этим Ван Гогом. Вот так. Вообще, вы если видели, то прихожая – это новинка тоже этого года. В этом году мы ее сказали. Наверное, именно поэтому мне хочется здесь ее всячески украшать. А, в общем, я результатом очень довольна. Если вам тоже понравилось, что у меня получилось, и это небольшое короткое видео, то, пожалуйста, поддержите его пальчиком вверх. Пишите комментарии. А я хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом. Пожелайте Новому Году всего самого лучшего. Пусть следующий 2023 год будет более благосклонным, более добрым. И если есть у вас какие-то мечты, желания, личного характера, то пусть они обязательно исполнятся тоже в следующем году. Спасибо, что были со мной. Спасибо вам за обратную связь. Это очень-очень важно для меня. В следующем году я планирую продолжить заниматься YouTube. Поэтому, если у вас будут какие-то запросы, предложения по видео, то пишите в комментариях. В общем, ребята, здоровья, счастья, благополучия. Всего самого-самого-самого лучшего. И хорошего настроения, конечно же. И не забываем про творчество. Мир, оно, может быть, не спасет, но за то, что может спасти наше психоэмоциональное состояние. Все. Всем пока-пока. Увидимся в следующем году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok